Один американский трубач как-то сказал, что мне по-настоящему нравится в джазе, так это то, что я совершенно не представляю, что произойдет в следующую минуту. Джаз, как и вся наша жизнь, сплошная импровизация. Сегодня мы узнаем, как рождается эта необыкновенная музыка и бывает ли такое, что в джазе только девушки. А поможет нам в этом джазовый музыкант и композитор, выдающийся мастер импровизации Андрей Кондаков. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Обоюдно. Ну, расскажите, вообще девушки-музыканты в джазе, насколько это распространенное явление? Ну, конечно, их, как ни верти, немного меньше, чем мужчин, но есть потрясающие примеры, например, контрабасистка и вокалистка Эсперанса Сполдинг. Одна из первых женщин в джазе была Ташика Киоши, знаменитая японская пианистка и лидер своего биг-бенда. И на самом деле примеров масса, в том числе и у нас в стране. В джазовой музыке нет никакого сценария. Все, что происходит, происходит здесь и сейчас. Значит ли это, что все зависит от настроения и самочувствия музыкантов в данный конкретный момент? Я чуть-чуть не соглашусь. Все-таки сценарий обычно есть. А, все-таки какой-то сценарий. Обязательно музыканты, во всяком случае, к своим каким-то серьезным концертам, они готовятся, они делают программу. Но уже внутри каждой композиции можно действительно позволить себе отклонения какие-то. И в этом прелесть джазового музыцирования – это контакт со своими партнерами. В этом году мы отмечаем 100-летие российского джаза. В чем его особенность и отличие от других? Когда джаз возник еще в том виде 100 лет назад, он, конечно, ориентировался на какие-то модели оркестровые, наверное, американской музыки. Но потом, в 60-е годы, когда появились такие прекрасные фестивали в Москве, например, была даже поставлена перед музыкантами в фестивале-конкурсе задача – использовать песни советских композиторов, например, или элементы фольклора. И таким образом что-то наше национальное стало проявляться в нашем джазе. Если говорить о петербургской ленинградской джазовой школе, в чем ее особенность и в чем, может быть, отличие от московской? В Москве быстрый очень темп, там все очень конкретно, там, допустим, завтра концерт, сегодня репетиция, делаем это, делаем то, завтра что-то еще. А в Питере вот мы с моими друзьями можем себе позволить репетировать в течение полугода, что-то делать для души, для себя. Не потому что у нас там нет концерта, но просто вот другое мироощущение. А кого вы чаще все-таки видите на ваших концертах? Это представители более старшего поколения? Или все-таки молодежь тоже тянется к этому? Вообще в джазе люди без возраста. То есть можно попасть на эту удочку уже в 5 лет, стать джазовым фанатом, а можно быть вечно молодым, как Владимир Борисович Феотак в 90 лет и быть джазовым человеком без возраста. У вас две дочери, обе они занимаются музыкой. В каком возрасте они попали на этот музыкальный крючок? Маргарита, я бы не сказал, что она до мозга костей джазовый человек, потому что она пишет музыку в стиле поп-сол, англоязычную. Конечно же, когда она росла рядом со мной, ей пришлось слышать джаз вот просто с раннего детства. А старшая дочь Дарья, она тоже, естественно, джаз знает и любит по-своему. Ну, ее способности проявились в сочинительстве, то есть она пишет музыку, такой более академического толка. Так что они связаны немного с джазом, но не так, как я. Вы в этом году тоже отметили свой юбилей. Да. Ваше отношение к джазовой музыке с годами как-то меняется? Пожалуй, нет. Я думаю, что чуть-чуть, мне кажется, я избавляюсь от чего-то лишнего. И это проявляется, наверное, и в манере игры. Может быть, меньше суеты. Что бы вы сказали тем, кто считает, что джаз – это слишком сложная элитарная музыка и, может быть, не решается поэтому ее полюбить? А мне кажется, что он настолько многомерный, этот джаз. Один и тот же человек может наткнуться на музыку, которая ему понравится, или на музыку, которая ему не понравится. Надо проще к этому относиться. Вы попадаете в музей, вы находитесь перед картиной абстрактной, вас это не трогает. Ну и ничего страшного. То же самое и музыка. Не нравится, надо честно сказать. Мне не нравится. А потом, надо же, это же человек, а у него есть что-то еще интересное.